Ваш интеллект может задать направление. Если ваша энергия накопится в этом направлении, вы куда-то отправитесь. В этом основополагающая разница. Один парень подошел ко мне и сказал, «Если вы позволите мне упаковать это, все это будет стоить 2,7 миллиарда долларов. У меня есть люди. Мы можем поженить вас завтра здесь». Приятно познакомиться. Замечательно. Вас в России очень сильно любят. И я, когда сюда летел, попросил свою аудиторию, чтобы они задали пару вопросов. И я от лица своей аудитории вас спрошу. Спасибо. Не знал, что в России меня так любят. Итак, первый вопрос у меня, Садуру. Чем отличается мышление миллионера от мышления среднестатистического человека? Один хочет стать миллионером, другой — сохранить статус миллионера или стать миллиардером. Я очень сам сильно верю в мысли материальные, в материализацию мыслей. Но многие в это не верят. Почему у одного получается, когда он материализует что-то, да, визуализирует, а у другого не получается, хотя он делает то же самое? Существует нечто, что мы называем человеческой осознанностью. По сути, осознанность означает разум, выходящий за пределы вашего интеллекта. Ваш интеллект может задать направление. Если ваша энергия накопится в этом направлении, если ваше сознание будет двигаться в этом направлении, это воплотится в реальность. Но большинство людей сегодня смотрят в одну сторону, завтра в другую, послезавтра смотрят туда, еще куда-то. Каждые две минуты они хотят чего-то другого. Так что в конце концов они останутся на том же месте. Это все равно, что если вы хотите пойти в пять мест одновременно, вы никуда не продвинетесь, вы останетесь здесь. Если вы такие, то сможете куда-то пойти. В этом основополагающая разница. Какой человек, по вашему мнению, является успешным? И что такое вообще успех? В конкретной деятельности успех, по сути, означает, что твое намерение должно быть выполнено. Это и есть успех. В представлении людей, когда происходит то, что я хочу, это и есть успех. Только что я разговаривал с молодыми людьми. Примерно 4-5 лет назад я встретил одну девушку. Она пришла и пожаловалась, что хочет стать кем-то, а этого не происходит. И я сказал, пусть твои мечты не сбудутся. Вот мое благословение. Она сказала, что пошла домой и задумалась об этом. Потому что то, о чем вы мечтаете, это просто то, что вы знаете, преувеличенная версия того, что вы уже знаете. Поэтому я сказал, пусть твои мечты не сбудутся. Потому что в твоей жизни должно произойти то, о чем ты не можешь и мечтать. Теперь же она возвращается через 4 года и говорит, Садгуру, это был самый глубокий момент в моей жизни. Когда вы это сказали, это было шокирующе. Но когда это дошло до меня с тех пор, за эти 4 года, моя жизнь стала фантастической. Теперь со мной происходит то, о чем я даже и не мечтала. Потому что ваши мечты — это просто преувеличение того, что вы уже знаете. Это неверный подход к жизни. С вами должно произойти то, что вы не можете даже и представить. Вот тогда жизнь действительно успешна. Итак, если говорить об успехе… Сегодня из-за слишком большого влияния Запада люди говорят о миллионах, миллиардах. Недавно, когда я был в Лос-Анджелесе, один парень показал мне презентацию. Он сказал, что у него есть презентация, связанная с нашими онлайн-платформами, и что я должен ее посмотреть. Я согласился. Он показал ее мне и сказал, все, что вы выкладываете бесплатно, если вы позволите мне упаковать это, все это будет стоить 2,7 миллиарда долларов. Я сказал, меня не интересуют эти 2,7 миллиарда долларов, меня интересуют 8 миллиардов человек, можешь ли ты достать их для меня? Потому что успех — это не получение чего-то. Успех — это жизнь, которая происходит внутри вас удивительным образом. Это и есть успех. Потому что, по сути, ты жизнь. И лишь потом мужчина, блогер, что-то или кто-то, много чего. По сути, ты — это жизнь. Если эта жизнь происходит в тебе невероятным образом — это успех. Это единственный успех, который есть в жизни. Я тоже миллиардер. У меня есть люди. Как ты думаешь, что цене — доллары или люди? Люди. Люди. Я хочу задать вопрос от себя. Как понять, что она та самая? Мне 27 лет, и я хочу жениться. Но никак не могу определиться. Во сколько лет вообще нужно жениться? Видишь ли, у человека есть различные виды потребностей — физические, эмоциональные, психологические, социальные, финансовые. Чтобы удовлетворить их, мы создаем различные виды партнерств в нашей жизни. Когда речь идет о нашем теле и эмоциях, партнерство, которое мы формируем, называется браком. Когда это потребуется отдельному человеку — это дело отдельного человека. Здесь нет общего предписания, что все должны жениться в 27 лет. Такого нет. Это индивидуальная потребность. Может быть, у многих людей такой потребности нет вообще. Это нормально. Но это то, на что должен посмотреть человек. Улучшит ли это партнерство мою жизнь и жизнь другого человека? Это произойдет только, когда ты придешь к тому, что будешь достаточно целостен внутри себя, будешь достаточно радостен по своей природе. В таком случае, если в твою жизнь придет еще один человек, ты сможешь удвоить весь этот процесс переживаний и радости. Если ты думаешь, что кто-то другой принесет счастье в твою жизнь, то будешь серьезно разочарован. Они обязательно принесут тебе много страданий. Если ты радостен и хочешь приумножить эту радость, тогда тебе нужно жениться. Но если ты думаешь, что другой человек сделает тебя счастливым, это закончится несчастьем. Потому что если продолжать выжимать из кого-то счастье, этому человеку это надоест. Он будет причинять тебе страдания. Очень много всего происходит между людьми. Люди, которые думали, что безмерно любят друг друга, через несколько лет становятся злейшими врагами. Просто из-за того, что ты думаешь, что кто-то другой должен принести счастье в твою жизнь. Нет. Когда жизнь достигает определенного уровня зрелости, и ты испытываешь радость, ты хочешь делиться своей радостью с людьми. Если в это время образовать партнерство, это будет здоровое, прекрасное партнерство. Нужно быть самому счастливым, чтобы не брать с нее, да, получается? Хочешь разделить радость? Мы можем поженить вас завтра, здесь, в храме. Ну, мы подумаем, скажи. Я бы хотел спросить… Так, это есть… Насколько важно наше окружение? Люди с похожими стремлениями делают наш шаг к цели быстрее? Определенно, экосистема может повлиять на то, чем ты занимаешься. Обычно люди собираются в соответствии со своими интересами. Курящие люди собираются в одном месте, пьющие собираются в другом, учащиеся в другом, медитирующие в другом. Потому что все ищут такую атмосферу, поддержку. Ты можешь либо искать поддержки у людей, либо ты сам можешь быть поддержкой для всех. Вот выбор. Или это определенная способность, к которой нужно прийти. Но на начальных этапах роста, каким бы он ни был, экосистема имеет значение. В духовных движениях мы называем это санга. Санга означает объединение. Мы не устанавливаем дружеских отношений, мы просто вместе. Мы никогда не заводим личных дружеских отношений с людьми, но мы всегда вместе. Потому что понимаем, что то, как откликаются люди вокруг нас, влияет и на то, какими являемся мы. Но если мы начинаем устанавливать дружеские отношения, личные отношения, это означает, что мы выбираем. Если здесь 100 человек, мы реверберируем со всеми ними. Это значительно усилит твою сущность в том направлении, в котором ты хочешь двигаться. Но если ты завязываешь дружбу, то становишься отдельной сущностью. Даже находясь среди 100 человек, если два человека завязали дружбу, 98 человек исчезают в их восприятии. Они не будут доступны в каждом духовном движении. Есть то, что называется санга, где люди собираются вместе, находятся вместе, но никогда не создают дружеских отношений. Речь идет не о личных отношениях, это просто пребывание в экосистеме. Видишь, этот лес, все эти растения и деревья растут, потому что здесь есть экосистема. Если ты заставишь это дерево стоять здесь в одиночестве, оно не будет процветать. Вы в последнее время часто говорите об экологии и проблемы почвы. Расскажите, в чем заключается эта проблема? И как мы и наши зрители можем поддержать вас в данной миссии? Мы говорим о вымирании почвы. Ты слышал о том, что вымерли динозавры, вымерли дронты, но мы говорим о вымирании почвы. Почему почва вымирает? Мы должны понять. Смотри. Это песок. Если добавить в него достаточно органического содержимого, он станет богатой почвой. Точно так же, если убрать из почвы все органическое содержимое, она превратится в песок. В мире это называется опустыниванием. Сельскохозяйственные почвы мира превращаются в песок или в пустыню по всему миру, потому что в них нет органических веществ. На фермах больше нет животных, нет деревьев, нет растительной массы, нет листьев на деревьях и так далее. В такой стране, как Россия, от 4 до 6-7 месяцев в году земля покрыта снегом. Поэтому в то время, когда лежит снег, у организмов в почве есть возможность возобновиться. Но в такой тропической стране, как Индия, где мы занимаемся сельским хозяйством 12 месяцев в году, здесь у организмов нет времени на возрождение, нет вещества, которое могло бы их возродить, но даже если взять Соединенные Штаты, Россию, Европу, везде происходит дегенерация почвы. В тропических странах это происходит гораздо быстрее, но и в странах с умеренным климатом это происходит тоже. Но нужно понимать одну вещь. Тропические земли считаются опустыненными только тогда, когда содержание органических веществ опускается ниже половины процента в землях умеренного пояса. Если оно опускается ниже 1%, это считается опустыниванием, потому что в землях умеренного пояса нет такого количества организмов в почве, как в тропических землях. Так что проблема исчезновения почвы или проблема опустынивания существует во всем мире, включая Россию, включая Центрально-Азиатский регион. Я бы хотел, чтобы такие люди, как ты, занялись этим вопросом. Я уже разговаривал с некоторыми представителями власти в твоей стране. Россия должна взять на себя лидерство в возрождении и регенерации почвы, по крайней мере в Центрально-Азиатском регионе, потому что это очень важно для будущих поколений. Все ответственные ученые отмечают, что к 2045 году мы будем производить на 40% меньше продовольствия, но наше население будет составлять 9,2 миллиарда человек. Это не тот мир, в котором мы хотим жить. Это не тот мир, который мы хотим оставить своим детям. 2045 год не так уж далек, осталось всего 23 года. Вероятно, что мы с тобой увидим его. Так что если в стране или в мире будет на 40% меньше продовольствия, это означает, что сама наша цивилизация разрушится. При нехватке продовольствия люди перестанут быть людьми. Вот что произойдет. Так что это не какое-то предсказание конца света. Все агентства ООН, все ответственные ученые указывают на это. Я знаю это из своего личного опыта. Я был на сельскохозяйственных землях, и то, что произошло с землей вокруг нас, очень заметно во всем мире. 50% американской почвы, верхний слой почвы США, исчез. Содержание питательных веществ в продуктах по всему миру значительно снизилось, просто потому что почва потеряла силу. Почве нужен гумус. Гумус означает «большое количество органических веществ». В английском слово «человек» — «human». Происходит от слова «humus» — «gumus». Если взять горсть почвы здесь, в этих джунглях, то в одной горсти почвы будет от 7 до 10 миллиардов организмов. Вот сколько их здесь. Только тогда почва будет богатой. В ней происходит целый процесс обмена, но сейчас все это значительно снижается. Настолько, что через 30-40 лет мы не сможем повернуть это вспять. Сейчас у нас, как у поколения людей, есть такая возможность, у нас есть такая привилегия и ответственность, что если мы сделаем правильные действия сейчас, то сможем все изменить. Поэтому сейчас цель движения «Спасем почву» — добиться изменения законодательства в 192 странах, чтобы сельскохозяйственная почва содержала минимальное количество органических веществ. Для этого люди могут сделать следующее. Потому что пока люди не заговорят, правительства не воплотят это в жизнь. До сих пор люди молчали. Это движение призвано сделать так, чтобы люди высказались. Мы хотим, чтобы от 3 до 3,5 миллиардов людей на планете заговорили о почве. С 21 марта я стартую на мотоцикле из Лондона, а затем проеду через остальную Европу, Аравию и вернусь в Индию, на юг Индии, за 100 дней — 30 тысяч километров. Идея заключается в том, чтобы действительно побудить людей говорить об этом. Чтобы администрация и правительство могли уверенно вкладывать свои силы и ресурсы в этом направлении. Если люди не выскажутся, этого не произойдет. Поэтому люди должны говорить. Влиятельные люди, такие люди, как ты, должны сделать так, чтобы все говорили об этом. В течение этих 100 дней весь мир должен заговорить о почве. Да, пригласите нас тоже 20 апреля, скажем, мы тоже обязательно поучаствуем. Конечно. У меня еще, знаешь, какой вопрос назрел? Садгуру, который сейчас... Какие бы советы дал садгуру, 20-летнему садгуру? Ну да. То есть посыл такой, какое бы напутствие он дал молодежи, потому что будут смотреть молодые ребята. Я никогда не слушал ничьих советов. И когда мне было 20, и сейчас, когда мне 65, я никому не даю советов. Особенно от него. Тебе нужен не совет, тебе нужны инструменты, чтобы обострить свое восприятие. Инструменты, чтобы преобразовать то, кем ты являешься. Поэтому сейчас моя работа заключается не в том, чтобы давать советы, а в том, чтобы предлагать людям инструменты, технологии, с помощью которых они могут трансформировать свою жизнь. Я просто даю им отвертку, чтобы они могли подкрутить винтики. Скажи, что мы ждем в Москве, благодарны ему за эту встречу, вот, и обязательно еще встретимся. И спасибо скажи, что за эту миссию, и что вправляет мозги молодым ребятам. Спасибо. Приятно было с тобой пообщаться. Ты должен сделать так, чтобы это произошло. Мы начинаем движение «Друзей Земли». Как это сказать по-русски? Если наберешь мне 25 миллионов «Друзей Земли», сможешь поехать со мной на мотоцикле. Хорошо, договорились? Окей. Все, мы ждем приглашения тогда обязательно. Спасибо, так и сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok